добрый день с вами эндумер tnt revolution 26 уровень 25 конечно же 25 такую шутечку я как-то вот так вот выдал вы добил себя внезапно потому что может показаться что я хочу побыстрее все это сделать но нет нет и так уж и немного и осталось поэтому поехали глядеть что там за 25 уровень то такой и что нам заготовили покушать сегодня о ну что ж хотя бы хотя бы что-то хотя бы что-то многообещающее сразу же бросается в глаза видно то что просто не будет наверняка бой жестокий много монстров это всюду вообще напоминает что-то перводумское из четвертого что эпизода возможно типа этого за исключением разумеется манкубусов и пулеметчиков а уровень называется mailware mailware уж не знаю что это значит знаю только про одну фирму которая делает антивирус о ней я рассказывал в конце предыдущего уровня tnt revolution 151 монстр 5 секретов и а что делать то надо кучу монстров оружия нифига нету побегать особо по кровоте не доставляется не представляется возможно поэтомуоды видимо я должен просто бежать должен бежать 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 что-то искать это выход наверное туда меня вы так просто не пустилось three желтый ключ давай 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 забей меня просто а ж . даже не сохранился но ладно ничего страшного очевидно что моя стратегия здесь не подошла мне нужно как-то более быть более шустрым более грамотным более рациональным музыка как бы намекает на то что все здесь нужно делать очень-очень быстро расслабляться нельзя ни на секунду потому что иначе тебя просто за хавают все эти манкубасы все эти архнатроны там еще кто-то еще ходит лазит короче начало уровня вообще какой-то непростое вообще ни разу хотел сказать не совсем простое но но и не совсем и непростое и вообще какое-то злое откуда полетели лоссов и пока что я не знаю не вижу их авиабазу откуда ты по мне стреляешь тоже мне неизвестно вроде мне дали пулемет что невидимая стена или откуда берутся эти импы а первый вопрос который любой ребенок должен задавать своему родителю откуда берутся импы когда он стоит и позади него глухая стена ну судя по всему они были здесь до этого поэтому для меня это стало такой вот небольшой ловушечкой ух ух друзья надо же не ожидал то что тинди революшн сможет поразить меня еще каким-то таким бодрым быстрым крутым началом который бы не было уже ну давненько наверное со времен там ресурсы спиду в дума и прочего такого где практически каждый уровень после наверное 10 начинался именно вот так так что какой-то глоток свежего воздуха я в этом плане приобрел чего не скажу патронов их по-прежнему как не было так и нет я вот думаю как бы мне стараться с этими манкубусами и арахнотронами пока что видимо особо мне бить их нечем поэтому наверное вернемся к этому вопросу попозже пока что побегаем пособираем из того что здесь есть ну монстров должен сказать меньше вообще не становится и со всех сторон меня прут режут жрут стреляют уничтожают убивают взрывают поглощают и делают и сама всячески не потребуется что это секретик а хочется хочется чтобы это было он родимый но нет это просто трата здоровья на ровном месте маркированная как не секретная область ладно пойдем сюда я возьму уранчик попробую здесь как-то попрыгать что-то поделать хотя пулеметчики не прощают пулеметчики не отпускают манкубус вообще сегодня это его его день сегодня он просто просто пьет на все деньги потому что убивают меня уже второй раз причем бесплатно арахнотрон ему в помощь не знаю не знаю куда ломиться куда ладно видимо если туда мне рановато стоит начать вот отсюда справа возможно что то будет и здесь снова чувствую себя как будто я на футбольном матче ранчо кстати примечательно здесь тоже находится поэтому вполне себе нормальный ход зайти отсюда так что кого куда секрет секрет да еще какой приятно с плазмоганом вот плазмоган то мне здесь как раз таки и к руке так ну что ж теперь можно пытаться что-то делать первую очередь хочу уничтожить вот это вот надоедливое создание которое поливает меня со всех частей карты вообще довольно хорошо что я на мари игра почему-то как только высовывать он сразу стрелять начинает а вообще действительно очень хорошо в этом уровне поставлены арахнотроны что в этом месте что в следующем зале в котором меня избивали ногами очень хорошо поставлены давненько я не видел такой хорошей постановки арахнотронов так смог сделать разве что только их самый большой любитель gsox а если нет то стоит взять на заметку действительно очень хорошо очень хорошо стоит арахнотроны по моему в этом по моему в этом мегаваде был уровень спайдер колони я почти уверен что я на сто процентов прав потому что не так давно это было хотя кажется что этот мегавад мы играем уже год а может и больше в общем была колония пауков и вот там кстати тоже очень и очень хорошо были расставлены паучки очень круто они были использованы поэтому очень живо мне это напомнило как попасть к манкубусу наверняка здесь есть какое-то подобие секрета какая-то стеночка который меня туда выглядит потому что там много приятного лежит а монстр меньше не становится со всех сторон просто на меня нападают налетают наезжают счастья и радости желают это вот это что ли секрет такой нет я один раз нажал и на этом оставил остался ну хорошо ладно пойду дальше манкубусы реально везде сегодня день манкубусов просто их реально очень-очень много так давай пожалуйста не стреляй в меня все что осталось это схватить позорную аптечку ну хорошо хотя бы патронов не относительно выдали потому что сначала уровня я подумал что и этой роскоши я буду лишен но нет слава богу хорошо я вовремя нашел ранчик и дали патроны над пустволочку только ракетницу мне почему-то пока что гады не выдают хотя патрон на нее у меня уже есть продолжают появляться откуда-то здесь но соулы все время они вылетают из каких-то ниш и прочих каких-то вещей вообще уровень хорош честно сказать уровень хорош вот реально пока что я получаю от него чистое удовольствие потому что вот это какая-то та самая какая-то стряска стряска которой не хватало а вот что открыл этот рубильник он наверное поднял для меня приступочку да ладно я бы стрейф раннингом бы перепрыгнул не обломался бы действительно хорошая стряска действительно хорошая какая-то какой-то хороший подход в том плане что возможно уровни до этого были были довольно пассивными вот теперь я практически уверен в этом и действительно мне так кажется что действительно пассивностью отдавали а предыдущий уровне тнти революшин и вот когда возникает вот такой контраст когда уровни становятся вот такими а дерзкими какими-то быстрыми боевыми когда ты вынужден бегать там суетиться там со всех сторон на тебя мобы прут и все такое то то на таком контрасте кажется то что ух вот он тот самый глоток свежего воздуха который мы все так ждали ну хорошо что он хотя бы на 25 уровне начался однако пометуя о том какие уровни были в этом мегаваде до этого можно сказать что это ни о чем особо не говорит потому что другие уровни могут снова быть а исполненными исполненными духовым оркестром а если вы понимаете о чем я так хорошо я по повреждению могу бегать здесь почти весь а вот она это позорное место где меня так избивали ну что теперь-то я уже во все оружие теперь со мной так просто будет не совладать вот для чего мне наверное выдали костюм для того чтобы я мог вести бой с этой позиции но почему не дают ракетницу по прежнему которая мне так нужна ракетница мне действительно очень нужна потому что монстры действительно крепкие здесь вам и арахнотрона здесь и манк юбай здесь все кто только можно и нужно есть и либо я где-то упустил я с какой-то стороны я ее не заметил либо просто действительно до мной издеваются и запихали ракетницу секретку сто процентов она разумеется на уровне есть потому как 5 секретов это немало так хорошо ключи нужны ключи пока что ни одного из них у меня нет вот он красный вот он синий я вернусь чуть-чуть назад потому что я помню о своем старом недруге который обитает вот здесь и теперь я вижу куда вставлять все ключи желтый на выход красный синий для того чтобы прорваться за вот эти вот за стенки откуда ты выплыл не говори мне что ты просочился а из подволь вот этих вот заслонок странно реально откуда вышел как одеван я не видел его даже близко нигде здесь и уровень тоже ну не сказать то что он какой-то прямой то а вот она ты откуда не сказать что прямой линейный уровень вовсе нет есть где здесь побегать есть где даже немножечко напрячь мозг в том плане то что где я был где еще не был запоминать пути маршруты но роутинг не мерзкий а вот она и ракетница long time но увидей ну хорошо теперь конечно будет попроще наверное стоило ломануться сюда сразу но кто же знал кто же знал все таки я не спидранер какой хорошо мы на двоих расписали этого арахнотрона с этим пулеметчиком премного благодарен а вот и он а вот и он парень в белом белый воротничок я разумеется не мог и подумать и мысли даже не допускал о том то что его здесь в этом уровне не будет так для чего здесь интересно редкое такое довольное явление чтобы вот это был было просто просто элементом дизайна просто текстуркой чаще всего такое было как раз таки в первом думе о котором я сегодня уже упоминал обычно телепорт это все таки телепорт так хорошо вот это меня в хорошенькое место вывела синяя бронечка и все прочее сразу получил я по мордасом интересно откуда он узнал то что я сейчас отсюда выйду он же вроде спал или нет так синий ключик синий ключик пока что он не видимо недостижим но наверное скоро на него я выйду хороший уровень реально хороший давненько я так не говорил про уровни стиль революшина но это именно он это именно он нравится вот реально просто нравится красный хорошо красный я добыл остался синий при этом причудливо здесь как-то перемежаться текстуры на самом деле в этом уровне здесь мрамор вот этот адский пещеры при этом и каменная кладка а какие-то какие-то юсишные вполне себе светильники а кажется мне то что действительно кто-то писал в комментариях о том то что концепция этого мегавада описывается двумя тремя словами двумя тремя словами юси в аду вот теперь когда я начинаю смотреть на это с этой позиции когда рассматриваю вот этот заход кажется что она действительно так и есть чисто адского ада в этих уровнях нет и не было но юси в аду вот этого подхода навалом полно и если первые уровни так и не могу сюда протиснуться если первая половина на этого мегавада да наверное две трети этого мегавада было чисто юси то да третий эпизод конечно это юси в аду и по-другому и не скажешь очень хорошая меткая характеристика где-то осталось еще один костюмчик я точно помню это такой большой вот этот зал кстати здесь еще вот такие штучки есть как-то них достать все это лежит все это манит 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 но как попадает туда не ясно не люблю когда я вижу секрет но не могу до него додуматься но кажется что это очередной подобный случай ладно пора идти сюда как а демон бедолага то ли застрял то ли застыл то ли забыл о своих намерениях просто взалип трясясь замкнул в стену что ж пришлось помочь бедолаге потому что каждый такой ситуации неминуемо бывал так ну вероятно хотят чтобы я пропрыгал вот здесь продолжал кормить меня и оружием и патронами не могу о какой гаденыш смотри-ка откуда ты вылез ты причем так в тему и вовремя как мне отсюда теперь выскочить не знаю у арчвала достаточно времени для того чтобы повоскрешать вообще весь уровень чем он с удовольствием сейчас и занимается и я бы мог просто загрузиться да я бы мог просто загрузиться в момент когда я стоял наверху для того чтобы не тратить время не обегать и все такое но это было бы настолько некрасиво и настолько как бы мерзко это было бы а так я сделал все правильно ну как бы это игровая ситуация аршвайл выбросил меня нахрен из этого с этого постамента я не успел ничего сделать ничего нажать и мне пришлось мириться с последствиями как-то превозмогать это 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 местечко которое аршвайл для меня оформил получилось довольно круто должен сказать ладно пойду сначала вот сюда потому что дальше там будет рубильник который ах вот это беда ну что здесь на самом деле платформинга немало прыгать по вот этим вот брусочком вовсе не так легко как кажется при том то что приходится еще постоянно возвращаться назад теряться с до терять здоровье и все вот это да уровень действительно выразительно отличается от ближайших наверно трех как минимум к нему что конечно не может не радовать чего-то подобного я наверно ждал уже давненько так что о нет какая беда какая досада я влетел просто туда со всей скорости и не подобрал все не заметил что там было давайте посмотрим там было синий шарик ракетница и ракета судя по всему но что-то мне кажется там еще осталось что-то я там не да ну все теперь конечно будет не так легко но теперь зато у меня здоровья много я могу тратить много-много раз я чисто прямо прилетел насквозь и поэтому как-то не удалось мне собрать все из-за чего теперь я вынужден страдать но ничего эфирного времени у нас навалом учитывая что этот уровень тоже достаточно короткий в отличие от предыдущего также интересно уже интересно посмотреть на концовку этого мегавада да нет я все собрал я тратил время ну ладно ничего страшного посмотреть что там будет ближе к концу насколько будут глобальные большие уровни будут ли они таковыми вообще и что вообще ждет там впереди уже довольно интересно учитывая что 25 уровень уже у нас я думаю что совсем скоро мы поймем так что где спустилась что-то где-то приспустилась надо еще успевать вот вот это все у меня есть все необходимое о смотрите как кто там появился кто нарисовался о нет хорошо арчфауне умеют воскрешать авиабаз наглотался ракет по самой неба луся это очень хорошо вышло нет даже не умерли их там было двое все доглушил я вас какие-то какого-то дурацкого рандомного выстрела из двустволки но этого оказалось достаточно так вот осталось то в принципе всего ничего правильно если это 25 уровень значит впереди осталось а 7 включая два секретных и это конечно обнадеживает потому что окончание где-то спустилось или меня послышалось окончание тинти ревеллюшина будет знаменовать собой не только переход к следующему там мегаваду и все такое сколько смену формата переосмысление всего вот этого что а вот оно это местечко переосмысление всего того как сейчас это все двигается на канале и все такое поэтому впереди интересные времена не буду вейпор бейрить но определенные мысли у меня да заметили заметили я уже глагол под это дело оформил в общем есть определенные мысли у меня на сей счет как изменить этот формат как сделать его более удобоваримым и для вас и для меня а так что так что думаю что то что-то впереди будет что-то впереди будет нововведения грядут ладно пора идти в цветные двери смотреть что предпосли мне в качестве финального боя сразу вооружусь плазмоганом потому что наверняка монстр будет немало так оно и оказалось задача вырубать самых ярых конечно же закинул меня снова в ямку клятый арчвайл и вообще стоит он конечно очень хорошо как бы мне с ним здесь подраться вырубать его нужно первым хотя хотя конечно не так то это и легко и учитывая сколько здесь еще других монстров так вроде все получилось неплохо пробежать по аптечкам аптечка раз раз аптечка два аптечка будет песенка про аптечки в общем хорошо хорошо этот раз намного удачнее получился потому что я уже изучил этот бой увидел где стоит арчвиль арчвили-вили увидел где стоят по пулеметчике ну и по-другому все пошло немного крашу получилось даже как будто я теперь смогу пошмалять сроки клаунчера хотя хотя набегаю набегаю жалко что нет у меня той самой зеленой броньки которая вон там он манит манит и манит ну ладно и без нее пока удается справляться вроде бы не сильно меня здесь избивают не так как в тот раз где было арахнотроном анкубусовское нашествие так что вроде как-то удается более хорошо справляться ну и конечно же с кемушечку пришлось подрубить в один момент даже пришлось подзапотеть потому что ну а не сказал бы чтобы был прост я обречен был на первый раз в этом бою умереть потому что абсолютно точно я не видел где какие монстры стоят и кому отдавать приоритеты но со второго раза все получилось хотя могло бы не но все хорошо и все получилось ровно так как я и думал это действительно тот самый финальный бой который припас для меня автор этого уровня ох не хватило патронов придется теперь как-то 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 уклоняться от выстрелов этих товарищей хотя можно попытаться забить их просто из пулемета причем не быстро это будет но мы же с вами здесь мы же с вами здесь мы рядом мы сидим играем общаемся разговариваем проводим хорошо и классно вместе время иначе для чего мы здесь все собрались ладно довольна об этом восьмерка старая добрая спасла меня от этого от этого похоронного фаербола от ревинанта потому что он бы мне точно без брони вынес оставшиеся хп шички но получилось хорошо ладно куда мне нажать что мне сделать чтобы пройти вот отлично то что нужно музыка кстати сильно хорошо подобрана она реально не бесит она действительно подходит по темпу и по тону уровня очень хорошо потому что уровень быстрый боевой миссис ты и все такое и музыка такая действительно действительно подбадривающие как бы подстегивающие на то чтобы ты двигался соображал и вообще определялся в жизнь так хорошо подниматься боковицы это круто но как туда подняться там марш вала лежит аптечка друга значит наверняка я как-то дамагу как-то дамагу могу но как неизвестно к сожалению ничего здесь не спускается вот это беточек вот это крутые крутые вот эти хэты койми изобилует эта композиция здорово нравится так ну что кибер да нет пара пулеметчиков и дело закрыто ну как сказать как сказать не то чтобы не то чтобы не хватает бфг конечно несколько аршвалов хорошо то что один из них закусился с кем-то кого он же самый воскресил вот так вот вот это 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 просто краткая памятка о том что значит делать добро людям вот такой ты бегаешь бегаешь воскрешаешь а они тебя еще и при этом атакуют и вступают с тобой в инфайт задумайтесь опомните шутка 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 добрые дела делать нужно помогать нужно и чем больше вы это делаете чем чище ваша карма хорошо куда дальше что-то я открыл а да я взял желтый ключ но судя по всему туда карчвайл у меня так и не хотят пускать не знаю я что там за дверь и как взять ту аптечку хотя она мне и не нужна а могу ли я уйти отсюда по-другому наверное да я уже думал то что мне придется на скорости бежать туда но нет получилось все намного лучше и сейчас я вернусь к желтой двери из-за которой будет вожделенный эксит а что будет за дверью предполагаю что еще один арчвайл тот самый нелюбимый умбриан трюк когда даймой тоже о как хорошо как я разудало прыгнул прям махнул тот самый трюк когда бедолагу арчвайл оставят возле точнее возле кнопки с выходом за дверью с выходом это прям совсем некрасивая ситуация такая будет и сейчас нет не будет не будет пожалели крошку арчвайла все это видимо выход и есть красиво довольно таки оформленный хорошо прекрасно выглядящий и это вы как 5 монстров по моему я не добил но ничего страшного секреты были найдены не все значит и остальные монстры были там хороший уровень от кэнон боло довольно именитый маппер наваял крутой уровень который называется мэлбэйр и который быстро нам покорился и следующий уровень будет от мионик доната без понятия кто такой первый раз вижу ну и тут что-то прям совсем технологическое напоминает 31 уровень alien вендетта да по моему который там назывался числами цифрами 0 0 1 единица нули по моему alien вендетта очень напоминает начало ну и всего на 90 монстров прошлый уровень был прикольный честно сказать я взбодрился это прям то что нужно было и в рамках вообще чтобы поиграть в doom и плюс к тому чтобы как-то получше воспринять тинти революшн который не думает заканчиваться никак если вам понравилось это видео доставьте лайк подписывайтесь на канал нажимаем на колокольчик и оставаться мнения в комментариях под этим видео так же забегайте телеграм-канал спасибо за то что прослушали эту скороговорку если хоть кто-то дослушивает ее хотя бы до конца забегайте телеграм-канал до встречи в следующих уровнях пока и